Еще несколько часов работы и хоккейная коробка будет готова к играм. Осенью власти ее реконструировали и теперь не оставляют без внимания. Депутаты горсовета из комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни говорят, дворовые спортобъекты у них на особом контроле. Зачастую именно отсюда начинается большой спорт. У меня мой спорт, персональный, начался именно с дворовой площадки. Я пришел, убедился, понял, поиграл, попользовался. Он понял, что спорт это мое, и я дальше уже начал идти в секции, начал заниматься, попал в сборную города, края, России и так далее. То есть все начинается отсюда. Депутаты горсовета рекомендовали мэрии увеличить финансирование дворовых спортсооружений. В администрации к их мнению прислушались и на эти цели в 2020 году заложили на 22,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Всего около 400 миллионов. Кроме того, по предложению городских парламентариев в бюджете предусмотрено дополнительно 33 миллиона 600 тысяч рублей на капремонт в спортивных школах на 2021-2022 годы. Так, например, подрядчики будут делать кровлю в спорткомплексах «Юность» и «Красноярск». Конечно, этих денег недостаточно, но во всяком случае это все равно шаги вперед. То есть это все равно даже не латание дыр, а это уже как бы комплексный системный подход к содержанию баз и к их развитию. А сейчас как раз спорт совместно с городской администрацией воссоздает ту инфраструктуру, которая была. И сейчас она во многом даже лучше, чем была в советские времена. Кроме того, муниципальные детские организации с подачей народных избранников будут снабжаться звуковым оборудованием, информационным табло для проведения соревнований. На это город предусмотрел около 400 тысяч рублей.